Новость, которая потрясла весь мир, старший сын Фиделя Кастро 1 февраля покончил жизнь самоубийством. На протяжении нескольких месяцев он находился под наблюдением группы врачей из-за тяжелой депрессии. Его отец, известнейшая личность Фиделя Алекандра Кастро Рус, кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2006 года. При его правлении произошел известный в истории Карибский кризис. Напряженное политическое военное противостояние случилось между Советским Союзом и Соединенными Штатами из-за размещения США ядерного оружия в Турции. А впоследствии на Кубе произошло размещение военных частей подразделений вооруженных сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие. Считают, что кризис мог привести к глобальной ядерной войне. О Фиделе Кастро написано множество книг и снято огромное количество документальных фильмов. Кто-то называл его народным лидером Куба, а кто-то одним из самых известных диктаторов в истории человечества. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. И вот буквально спустя один год и три месяца умирает его старший сын доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас Баларт. Сын Фиделя Кастро ушел из жизни в возрасте 68 лет. В последние годы Кастро-младший был советником по науке Государственного совета Кубы и заместителем президента Кубинской академии наук. К Кубу и Казанский федеральный университет связывают давние отношения. Многие кубинцы являются студентами КФУ. Старший сын Фиделя Кастро и сам в апреле 2015 года приезжал с визитом в Казанский федеральный, где познакомился с работой университета, а также посетил Центр симуляционного и имитационного обучения. Анна Глазунова, Универ Ньюс.